Здравствуйте, я Маруся Загорская, это программа Честное Слово. И сегодня мы будем говорить с человеком, в интересы которого входят еда, бурда и города. Без денег не получится ничего. Управлять рестораном так же просто, как ездить на велосипеде. Но там велосипед горит, все в огне, и ты в аду. И в этот момент закончились креветки. Ты ушел от ответа по поводу того, сколько денег нужно, чтобы запустить ресторан в Барнауле. Ну, макарошки-то можно и дома сделать. Мы вынуждены были взять один день паузы, чтобы просто, ну... Креветки купить, которые кончились. Жень, привет. Привет. У нас такая программа, мы заставляем людей буквально говорить правду. И поэтому, чтобы у тебя не было желания соврать, сразу скажи, на какие темы ты не готов говорить честно. Да я надеюсь, в формате вашей передачи вы такие вопросы не задаете. Ой, мы разные задаем. Ну, давайте попробуем. А там, как бы, все на виду, мы открыты. Ну, тогда давай начнем с твоего самого последнего проекта, вот этот ресторан. Всех очень сильно интересует вообще, что нужно, чтобы открыть ресторан. Ну, здесь такой вопрос, на него есть два ответа. Шаблон на такой пресный, да, что нужно большое желание, там... Ты знаешь, большое желание есть у многих, а ресторанов мало. Я вот хочу у тебя спросить конкретно, сколько нужно денег, людей и времени, чтобы взять и запустить вот такой проект? Ну, смотри, то есть все по порядку. Вот я часто говорю, и по прошлым проектам я говорил, то есть мы еле худели, открыли с инвестициями там в 400 тысяч рублей. То есть вот фактически это так, да. И выросли там на объем порядка 30 миллионов годовой, да, оборот. То есть здесь деньги, это, как ни странно, это не самая категория, хотя это, ну, это самое важное, без денег не получится ничего. Но самое главное, чтобы начать искать эти деньги, у тебя должна быть реально такая скомканная, уже такая сбитая идея. Этот проект построен, вернее, создан с партнерами, партнерство, в партнерстве три человека. Вот. И, то есть, отъели худели от этого проекта, я освободился. Мы полностью, как бы, практически ликвидировали управляющую компанию, но проект еще работает в некоторых городах. В семейном кругу эта тема поднималась неоднократно. Вроде, а вот если взять и сделать вот такое? И про макарошки, как вы говорили. Это было интересно, но тогда я смотрел, то есть, прошлый бизнес, он по бизнес-модели был устроен так, что мы видели кухни, там, ну, сорока городов, да, то есть, вот эти вот процессы. И мы, я всегда говорил, что, ну, упаси Господь, то есть, строить свой проект, это очень много сил, энергии и времени отнимает. Ну, а что стало таким все-таки толчком? Традиционная шутка из интернета, да, что про ресторанный бизнес, она точно воплотима, только еще с пометкой, да, как управлять рестораном так же просто, как ездить на велосипеде. Но там велосипед горит, все в огне, и ты в аду, и в этот момент закончились креветки. То есть, ну, примерно такая история. Ну, так в итоге ты ушел от ответа по поводу того, сколько денег нужно, чтобы запустить ресторан в Барнауле. Вот хотя бы, ну, не конкретно, но хотя бы в каких-то соизмеримых. И в этот проект примерно пятнашка. Пятнадцать миллионов? Да, да, да. Это что входит в эту сумму? Там, я не знаю, разработка меню, или это, там, чтобы узаконить все, да? Настройки, ну, то есть, это прям, ну, практически полный подключ, что называется. То есть, это до момента открытых дверей. Это и персонал, и отработка меню, и, значит, полностью ремонт. Мы изначально планировали делать крупный проект, чтобы из него выращивать уже и проекты меньше, и проекты какие-то вообще второстепенные, то есть, там, школа пасты. Это тоже упаковывается и франчайзингово, и регионально, ну, то есть, как-то развивается. У нас идея делать паста-маркет, ну, и так дальше. То есть, поэтому мы сделали такой флагман, мы его называем. А почему паста? Вот, как бы, отсюда-то и все это, отсюда и родилась эта тема. Почему паста? Потому что есть мировой пример, есть известная мировая сеть, которая не представлена в России, и она очень так, то есть, даже, ну, она не звенит. То есть, она, по сути дела, Макдональдс про макароны. И как-то она так всплыла, и моя супруга, то есть, она это увидела за границей и присылает видео. Типа, вот смотри как. Мне стал симпатичен, ну, сначала я, опять же, открещивался, но потом, спустя время, стал симпатичен сам формат. Там при тебе готовят. Это продукт простой и понятный. И самая главная фишка, его при тебе изготавливают. То есть, то, что очень сложно сделать базовый продукт в процессах других кухонь, да. То есть, сложно изготовить, там, вырастить мясо, да, у себя там на лужайке, да, там, или, ну, там, с тестом много чего. То есть, здесь вот именно базовый продукт изготавливается. Как-то вы просчитывали, насколько это может зайти в Алтайском крае, но все-таки у нас люди любят пойти в ресторан и съесть что-нибудь такое эдакое. Ну, большинство. Потому что, ну, макарошки-то можно и дома сделать. Ну, вот здесь как раз, ну, риск в любом бизнесе. То есть, бизнеса без рисков их не существует. Даже если мы открываем бизнес по книжке. Здесь почему-то была уверенность в том, что мы делаем действительно такой народный и честный продукт. То есть, он честный, ну, в своей философии. То есть, в него входят три ингредиента, да. То есть, мы не сделали что-то сверхсложное, а какие-то молекулярные там эти все истории, которые на самом деле уже уходят. И это раз. Второе, я всегда говорил, что в Барнауле почему-то была волна таких простых, понятных проектов. Потом они опять трансформировались в какие-то сверхнацененные, какие-то морские какие-то. Ну, это не вяжется, по крайней мере, в моей голове. Хотя я потребитель всего, я кушаю все, но я не верю в морскую кухню в Барнауле. В Новосибирске, да. Огромный аэропорт-пул, в котором можно каждый день выдавать эти там лобстеры, да, которые еще шевелятся. В Барнауле эта история не работает. Ну, это как бы здесь мы поверили, что простой продукт должен заработать. И мы сделали нарочно очень инвестиционный, объемный проект, а подаем его, ну, по цене в меню, подаем его как стритфуд практически. Слушай, а сколько нужно времени и усилий для того, чтобы вот уже запустившись, отточить все до такой степени, чтобы можно было сутками руководителю не пропадать вот здесь? Если руководитель сутками вот здесь не пропадает, спросите у любого, как руководителя проекта. Я общаюсь с рестораторами, и в тот момент, когда они уходят из заведения и ложатся на гамак где-нибудь в жарких странах или, ну, что-то такое происходит, начинает вся эта история давать сбой. Это прям, ну, это какая-то аксиома. Либо он выращивает какого-то управленца, да, это становится какой-то группой ресторанов. Ну, для Барнолла эта история, опять же, экзотична, то есть Красноярск, Иркутск, там, да, то есть там очень крупные ресторанные холдинги. Ну, вот я просто почему спрашиваю? Сколько нужно времени? Несколько дней назад, например, вы просто взяли и закрылись на день и написали объявление о том, что вы хотите исправить какие-то ошибки. Да, да, мы вынуждены были взять один день паузы, чтобы просто, ну... Креветки купить, которые кончились? Кухня полностью была опустошена, то есть склад полностью на нуле. Это ладно, это не проблема. Проблема, персонал полностью выжился, потому что День России 12 июня нас, ну, прям шоково испытал. Потому что если мы были готовы, например, на нагрузку, ну, там, коэффициент 3, да, то эта нагрузка была коэффициент 9. Жень, а какой ты начальник? Какой я начальник? Ну, ты замечательный начальник. Ну, это что значит? В зависимости от температуры, мне кажется. Если сильно горячо, тогда я хороший. А если сильно все прям остывать начинает, то, да, надо, надо разогревать. А ты как когда-нибудь, там, я не знаю, увольнял, выгонял людей? Ну, всякое было. И такие функции на мне были. И как? Какой секрет? Как это сделать? Безболезненно или это нереально? Честно. Ну, честно. Ну, говорить в диалоге честно. А как хвалишь? Тоже по-честному. Вы потренировали персонал работать в три раза быстрее или набрали еще людей? Мы набрали еще людей, мы поработали с персоналом, мы докупили нужное оборудование. Ну, вплоть до того, что нам, оказывается, почему там цех пиццы выдавал там очень долго. Оказалось, что нужна какая-то безделушка, которая стоит 600 рублей, понимаете? Ну, бред ведь. То есть, а нам не хватало этой безделушки, из-за которой люди ждали там пиццу, ну, очень. То есть, и вот эти, и там куча. То есть, мы посадили весь персонал, мы работали на самом деле. Просто мы с гостями не работали в тот день. Мы все сели в кружок. И как на собрании ТСЖ, то есть, махнули рукой, сначала все высказались, а потом начали как-то что-то менять. И вот у нас были на это, ну, сутки. Слушай, а вот эта открытая кухня, она не нервирует людей? Ну, то есть, здесь получается, ты вообще расслабиться не можешь? Все время на тебя все смотрят? Ну, здесь лучше спросить у ребят, но, мне кажется, здесь как раз была задумка такая. То есть, главные на сцене, это они. И если их не будет видно, что ж тогда получится? То есть, они главные. Мне кажется, наоборот, спинка всегда ровная, и всегда все чистенько, чтобы, ну, вот как-то так это работает. Получается, что нет права на ошибку? Ну, получается, что так, да. Какой срок вставите для того, чтобы уже начал проекторная сеть прибыль и окупаться начал? Нет, ну, примерно мы работаем 9 дней. То есть, ну, вот если брать с этой паузой, если брать, ну, за 10-дневный срок, у нас есть суточная рентабельность, да, по количеству выручки и по количеству себестоимости дня. Пока, тву-тву-тву, мы в плюзе, то есть, мы зарабатываем. Это как бы сначала можно назвать эйфорией и прочего. Я понимаю, что сейчас, вот как блокбастер в кино, да, вот вышел новый фильм, на него нужно сходить. Это примерно то же самое. Поэтому мы готовы к тому, что будет какой-то спад, причем он как раз придется на август, такой очень сложный месяц. Тогда давай обсудим твои проекты предыдущие. Ты вот уже сказал, что Ели Худели, ты вышел из этого проекта или сам проект уже вышел сам из себя? Одной из особенностей бизнес-модели Ели Худели является то, что запуск готового продукта можно запустить менее чем за месяц в вашем городе. Также нет необходимости строить свою собственную кухню. Достаточно договориться с существующим рестораном или евростоловой и заключить с ними договор. Экономика у этого рынка в нашей бизнес-модели была просто микроскопическая. То есть она была плюсовая, она даже приносила доход, но нас было трое, опять же, партнеров, только других. И мы поняли, что он просто троих, троих он не удовлетворит по своей экономике. Он удовлетворит одну семью, Ну а в тот момент все просто переключились, постепенно пересели на другие виды бизнеса. И мы просто решили, Ели Худели завернуться, потому что энергия уже закончилась. Потому что микроскопический рынок. А что пошло не так? Выглядело все очень симпатично и как-то перспективно. Я повторяю, этот рынок, его можно связать с рынок продажи самолетов. Сколько единиц самолетов продается в х время? Ну это там десятки, да? Здесь примерно та же самая история. То есть еда, которая понятная, кафе, общепит, доставка еды, пиццы, роллы и прочее, прочее. То есть там рынки колоссальные, они огромные. Там много денег в этих рынках. Рынок готовой еды по подписке заказывать в интернете привезет курьер. То есть вот эти вот все фильтры, они сужают нашу аудиторию. Грубо говоря, мы здесь делаем примерно за 5 часов выручку, вернее, ну то есть количество чеков, я бы так сделал, то есть количество чеков, которые мы делали в еле худели в 20 городах в день. Как сказалось на твоей фигуре переход от бизнеса, связанного с правильным питанием, переход к бизнесу, связанным с пастом? Ну как, если в цифрах там плюс 6 килограмм, но перед открытием снова минус 4 килограмма. Мы хотели сделать народное место, такое кэжуал место, и мы его сделали. Слушай, ну вот ты сейчас говоришь народное место, народное место, но вообще народное место это грильница. Грильница, мариара, нет, понятно. Почему ты называешь это? Мне кажется, что это такое хипстерское место, такое пижонское, и очень, очень похоже на пижонского тебя. Это точно народнее авторских каких-то... Ну то есть для тебя народ это, наверное, что-то другое. Это себе подобное, нет. Ну вот я сейчас смотрю на тебя, у тебя так стиль как-то за последнее время очень выкристаллизовался, вот какой-то такой, несколько ретро, какой-то такой пижонский. Это как-то у тебя специально было задумано, ну то есть мы сейчас посмотрели машину, на которой ты приехал, это как бы очень, очень необычно. Чтобы все смотрели и улыбались, то есть ну я всегда как бы у этой машины там есть свой инстаграм, там есть какие-то серии публикаций. Эта машина, между прочим, появилась практически день в день с этим проектом, и она с этим проектом неразрывно связана. Там есть такая легенда, я ее часто рассказываю своим, ну вот своим знакомым о том, что когда я делал презентацию, мне нужно было показать что-то придуманное в Италии, но сделанное вот в России на такой, такой очень качественной основе. И мне в голову пришла вот эта мысль в автомобиле, я нашел эту картинку, а потом я увижу, что картинка продается там, ну неподалеку от, значит, от Барнаула. И мы ее купили в семью, то есть такой вот символ как-то. Но вы прям реально ездите на этой машине, у тебя же ребенок, это же неудобно, мне же трясет. Нет, ребенок ездит на нормальной немецкой машине. Ну слава богу. То есть это так? Нет, это такое, это спектакль. Это все как-то плохо вяжется с тем, что еще недавно ты был, ну не сказать, что там прям какой-то оппозиционер, но гражданский активист, такой какой-то чуждый вот этим всем снобским вот этим вот приколом, мне кажется. Это снобизм, это жигули копейка 75-го, это снобизм. Ну это, мне кажется, такое аристократическое, такой юмор вот такой вот такой вот. Мне кажется, аристократизм это, ну хотя бы что-то там из Rolls-Royce или английской классики, тогда да, надо и с водителем желательно. Не-не-не, ну вы что? Куда делись вот эти все городские проекты? Ты просто как-то вот из них совсем-совсем пропал. Это тоже был период, я про него часто говорил, то, что город захотелось сделать лучше, и по сути дела я никуда из цивилизованного города не ухожу, просто цивилизованный город превратился в другие форматы. То, что мы этим местом преобразили городскую среду, это 100%, то есть мы сделали город на шажок лучше. Когда мы открывали, еле худели, я даже сделал пост цивилизованным, я написал, что это продолжение цивилизованного города, потому что мы хотим сделать людей красивее. А города украшает архитектура, значит, озеленение и люди, да, то есть и сервисы, ну то есть вот так. Этот проект, это точно про ЦГ, потому что здесь, то, что здесь было, это ревитализация по сути. Были ли у тебя какие-то сложности с открытием этого места в связи с тем, что ты когда-то какие-то шпильки отпускал в сторону городской администрации? Нет, шпильки я как раз, ну я не пускал шпильки, наоборот. Ну я не могу сказать, что это были прям шпильки, но ты пытался, да, какой-то диалог, но это все-таки было достаточно, многие вещи были очень острые и очень резонансные, которые цивилизованный город озвучивал. Ну то, что сейчас принято в работу, то, что сейчас происходит не только в Барнауле, а вообще по всей стране, мы же об этом говорили, что это рано или поздно случится, да, то есть с этим рекламным мусором, там, с этими вывесками бедными. То, что мне здесь пришлось сделать вывеску по регламенту, мне еще кто-то сказал в администрации, мы вам вышли в регламент, я говорю, спасибо, у меня есть. Я ходил по кабинетам, то есть у меня прям были некоторые дни, когда я надевал белые рубашки и ходил по кабинетам. Это прям работа, то есть это ты не получаешь сервис, а ты ходишь либо просить, либо просить, чтобы тебя не трогали, либо просить, чтобы на тебя вообще не смотрели. Я пришел к пожарным, я говорю, я хочу сделать у себя образцово-показательную выставку, чтобы выводили других бизнесменов показывать, как у меня все прекрасно. Они меня спрашивают, деревянные конструкции есть, не сертифицированные, ну, то есть сделанные под нас, я говорю, есть. Ну, тогда типа... Не получится, не получится, да? Ты так эффектно появился с чемоданом, и если чемодан есть в кадре, то он должен выстрелить, что это? Это на самом деле настоящий ящик инструментов дедушки и моей супруги, то есть она его сохранила, он в таком бережном виде, ну, он, естественно, с автомобилем, как неотъемлемый аксессуар, но это раз. Он очень удобный, и, как я люблю шутить, что здесь хранится та самая иголочка, душа всего того, что нас окружает. Поэтому ты с ним ходишь, да? Поэтому, да, нельзя его потерять. Нельзя из рук выпускать, потому что утка вылетит, яйцо выпадет, разобьется. Да, 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 как-то так. Раньше ты как-то открыто рассказывала о своей личной жизни в том числе, вот, а сейчас ты скрываешь свою личную жизнь. Почему так изменилось? Да, как-то трудно так сказать, но есть, наверное, какие-то приоритетные вещи. Значит, то есть, ну, чем все это становится публичнее сегодня, да, ведь информации и вот этих потоков огромное количество, и ты, наверное, этим перенасыщен. И ты понимаешь, что в этот котел уже, наверное, то есть, он полон, а как бы поддавать еще туда смысла нет. А тебе сколько лет? 35. Вот 35, каково это в 35 стать отцом? Это как-то, ну, что-то как-то по-особенному? Ну, как-то это все потоки, они сошлись в одно, и случилось и проект, и родился сын, и все это, то есть, и все это, стройка строилась, сын растет, и как-то все это в кучу. Безусловно, эмоций очень много, приходится разрываться и быть и с ним, и он здесь бывает. Ну, а ты вообще какой отец? Ты из тех, кто может и там поменять памперс, переодетели, или ты из тех отцов, которые «но-но-но, у меня жена». Видите, я жду момента, когда мы с ним там на кухне начнем уже что-то, поэтому пока это все уничтожение, ну, придем к созиданию какому-то. Ты несколько раз повторил, что у тебя здесь такая а-ля Италия, а Италия – это же история очень про семью, очень про преемственность. Ты как-то уже запланировал будущее, будущее сына, что он будет тоже крутить лапшу? Нет, ну, про лапшу я уж так не узко не специализирую, но мне кажется, школу повара нужно пройти, а там дальше кем хочет, тем и станет. То есть я так, я совершенно свободен в этих рассуждениях. Ну, поваром должен стать в первую очередь, а потом кем хочет. Ой, я очень, да, сын, ты можешь делать все, что угодно, но на этой кухне. А ты прислушиваешься вот к советам своей жены, потому что вот она пришла с ребенком, да, сейчас они там пообедают, есть какая-то обратная связь вечером? Говорит тебе, Жень, вилочки-то не начищены были. Ну, как любые вторые половины, они, естественно, принимают участие, имеются в виду, ну, у нее очень мудрый склад ума, характера и так далее. То есть это очень так, очень хирургически, да, происходит. А дома готовишь? Ну, сейчас все меньше, на кухне появился этот шлем от мотоцикла, я его называю, вот этот, который открывается. А, этот, пора в скороварке? Да, да, я просто так смотрю, не понимаю, что это вообще, с какой стороны к нему подойти. Ну, пока вот он меня заменяет в плане на кухне. Как работать в ресторане, где готовят пасту, пробовать это все и не толстеть? Ну, работать с 8 до часу ночи и нормалек. А было уже кто-то подходил, говорил, фу, да зачем же мы это сделали? Да, было, конечно. И как? Было бы странно, если бы не было людей, это было бы еще страшнее. А как отвечать на такое? Как работать с таким возражением? Ну, во-первых, узнать, что, почему фу, потому что, я говорю, здесь, мы же столкнулись с огромным количеством таких фуд-блогеров. Каждого кого-то. 350 подписчиков. Ну, я, как бы, иронизировая, здесь очень тонкая грань. Я не верю вот в честность таких людей и в их профессионализм. То есть, если ко мне приедет реально кулинарный критик и разложит все на полочке, да, это круто, это очень богатый опыт. Когда мне говорят, у вас плохо, я не знаю почему, ну, там, коктейль несли, там, ну, долговато, это окей. То есть, есть объективные, то, что нужно подкручивать. А то, что если человеку в целом не понравилось, ну, значит, он не наш человек. Ну, это правда так. Это не кокетство, это на самом деле так. Субтитры сделал DimaTorzok